Девочка-пай Девочка-пай Вера главна? Спасибо Какая квартира? Десятая, первый подъезд Дж navy Адрес забыл, никогда такого не бывало Что-то случилось? Нет, ничего такого. Давление высокое. Ира Ивановна, может я за кардиографом схожу? Сходите. Ух-та, а это что такое? А? Ой! Это что такое? Да это... Гришка мальчик мой покусал. Это не мы, это кот наш Гришка. Я Валька, это Антоха. И что, давно покусал? А? Так да или нет? Что там, Олег, нормально все. Нормально все. Ну-ка, молодежь. Ирвана. Уже не надо. На нас кот напал. Смотрите на руки. Живого места нет. Надо обработать. А что там на вас набросился? Бешеный, что ли? Никакого не бешеного, а суборбитальный. А бабушка ничего не понимает. Ты что, дурак? Молчи. Так-так-так, ну-ка с этого места поподробней. Колитесь-ка, что там бабушка не понимает, кто суборбитальный? Колитесь-колитесь-колитесь. Ну, Гришка первый в мире год космонавт. Вот. Мы ему даже скафандр сделали. Ой, изверги. А к полету готовить надо. На центрифуге. Так в интернете написано. А то будут еще перегрузки. Ну, вот. Решили Гришку в стиралке испытать. Где? В стиралке. В стиральной машине, что ли? Да, в стиральной машине. Без воды, конечно. Время рассчитали, запустили. А тут бабушка. Хорошо, что я вовремя подоспела, да и выдернула провод из розетки. А то бы они кота угробили. Бедная животина. А что же он на вас-то набросился? Так живот лишь не понимает. Я вытаскиваю его, а он набросился на руку, вот и задрал. И спрятался под тумбочку. И не выходит. Никак не выходит. А я вот вся изнервничалась и слегла даже. Доктор миленький. Посмотри, как он там не помер, а? О! Любой здоровый. Что ему будет? Космонавт. Посидит там, успокоится и вылезет. Все нормально с ним, не переживайте. Ну, все нормально. Давление нормализовали. Так что можете даже с этими обормутами погулять пойти. А, я вот сейчас им погуляю ремнем. Тихо, тихо, тихо. Куда ж? Ну-ка оба-ка. Не надо, сейчас не надо волноваться. Бегать рано еще. Да? Просто погуляй. Да, успокойтесь. Ой, сил на них нету моих. А они то телефон разберут по винтикам, то этот, как его, вот из книжек шалаши делают, а то вот кота чуть не угробили. Ну, а что вы хотите, чтобы они из бумаги розочки вырезали или крестиком вышивали? Они ж, парня, им надо куда-то энергию выплескивать. Нету сил моих на них больше. Не могу. Слушайте, а поехали в одно место, а? В больницу? Не-не-не, не в больницу. Ну, кто-то ж должен по достоинству оценить технический потенциал наших новых королевых Циолковских. Олег, а это по инструкции. А вы что, хотите повторного вызова? Ну, без профилактики не обойтись. Не-не-не-не-не, не в больницу. Ну, без профилактики не обойтись. Ну, без профилактики не обойтись. Балет на студии. Да, как девки на гаметре хотели читать будут. Да, и глажда отразуй, конструкторы. Ты не туда смотришь. Вон, смотри. Вот и записывайте своих конструкторов. Котлы будут целы. Бабушка, будь здорова. О, вот. Здорово. Нравится? Бабуля, я хочу вот такую ракету сделать. А вот такой самолёт. Спасибо вам, доктор. Пойдём записываться. Пошли. Простите, вы не знаете, а Настя сломали. Они закончили уже. Олег, а вы договорились с Настей встретиться? Да нет. Поехали. Поехали. Папа! Папочка! Здравствуйте. 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 Как вы занимались? Настя, тебе куртку одевай. Привет. Давай, 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 скорей. Привет. Привет. Только не говори, что ты здесь по работе. Простите, но это именно так. Извините, но я сейчас не с вами разговариваю. Оля, я правда по работе. Ну чего там, ну перестань. Слушай, раз уж мы встретились, я хотел тебя спросить. Может быть, по временем с судом? Слушай, Олег, ты сам заварил всю эту кашу. Я тебе предупреждаю, если ты не явишься в суд, то всё решится в нашу пользу. Так что не хитрый, у тебя шансов всё равно нет. Ты сейчас хочешь меня по больным дарить или про Настю думаешь? А, ты думаешь о Насте. Ты понимаешь, что ты мечты решаешь? Она хочет танцевать, она хочет быть балериной. Она танцует. Она и там будет ходить, такой же кружок танцевать. Она хочет совсем другого. Она хочет танцевать там. Она когда-то хотела, чтобы папа был рядом с ней, дома. Но тебе было всё равно. Зачем ты такой? За что мы? Мы же любили друг друга. За что? Да, мы любили. Только тебе было наплевать на меня, на ребёнка. Ты чем сейчас с ней занимаешься? По кабакам не уводишь? По своим бабам? Олега, простите, пожалуйста. Но тогда в ресторане это была моя вина. Это я попросила Олега. Мне интересно, о чём вы попросили. Чтобы я не видела рядом с ребёнком ни тебя, ни твоих баб. Понял? Оль, ты не так всё поняла. Вера, простите, пожалуйста. Конечно. Я опять всё неправильно поняла. Мама, папа не виноват! Почему ты до сих пор не одета? Марш одеваться, быстро! Настя! Настя, ты куда? Настя! Подожди, Настя! Копился с ним? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как я устал. На войне всё проще было. На свои, там чужие. Всё понятно. Олег, в тот вечер, когда Настя осталась со мной, мы с ней много разговаривали. Всё не так просто. Вы о чём? Ну, похоже, Настя маму винит в разводе. Поэтому вам на суде будет проще. Она будет на вашей стороне. Почему вы так уверены? Во-первых, ей хорошо с вами. Но даже дело не в этом. Она будет за вас, чтобы отомстить матери. Отомстить за ваш развод. Ну, это понятно вполне. Это детская психология. Ну, и это ещё не всё. Оставаясь с вами, Настя будет пытаться заставить и маму остаться. Любой ребёнок, подсознательный или нет, хочет, чтобы родители были вместе. То есть, чтобы мы опять сошлись? Да, похоже, Настя надеется на это. Нет, не уверен. А я уверена. А если она при этом сводит меня с другой… с другой женщиной? Ну, обыкновенная детская месть. Мама нашла себе другого. А я найду папе. Другую. И даже лучше. Вера, спасибо вам большое. Настоящий друг. И очень хороший человек. Алло. Алло. Привет, Настюш. А чего у тебя грохочет там? Да я на день рождения у Таньки Соломиной. А, здорово. Ну, чё, как репетиция прошла сегодня? Да плохо, пап. У меня опять ничего не получается. Ну, представляете, я сейчас умней ещё и завалюсь. Ну, не переживай, любимая, не упадёшь. Всё у тебя получится. Ну, Шармой, сегодня порепетировать. Сегодня? Здорово. Доченька, я тоже очень этого хочу. Потому что ты же у меня должна быть завтра самая лучшая, правильно? А-а-а! Да уйди ты! Ну, вот так реально я тебе дозвониться не могу, понимаешь? Ты можешь мне помочь? Может быть, ты наберёшь её? Конечно, папунь. Я обязательно что-нибудь наберёшь. Хорошо. Спасибо, дочка. Целую. Ага, пока. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Я видел, я свидетель. Со всей дури нёсся километров сто пятьдесят. На повороте его занесло и прям головем влетел. Прям репой в палатку. Лемех, вот он, вот смотрите. Да не знаю я. Он это, не шевелится, мы побоялись его трогать. А-а-а-а. Помер, да? Проверим. Мужчина! Чё, живой он? Эй! Парень! Рефлексы есть, позвоночник в порядке. Парень, слышишь меня? Это ещё ничего не значит. А? Чё болит, скажи? Все! А? Вылезти можешь? Тихо-тихо-тихо-тихо, не шевелись. Вылезти можешь сам, а? Нет. Вытаскивайте. Чего? Давай, мужики, помогите, давайте вытаскивайте. Ага. Тихо-тихо. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, спину аккуратней. Сел на спортивный моцах и уже валетий на Росси, да? Хорошо. Откажаем. Вот так. Болит шея? Нет. Нет? Ну, посмотри на меня. Смотри на меня. Глаза открываем, на палец смотри. Следи за рукой. Как вы так ездите? Сам чуть не разбился. А если б там кто-нибудь был? Михайлович, не торакти ради бога, а? Чё, болит здесь? Нет. Нет? А чё болит-то? Чё морщишься? Ёлы-папа, там продавщики. Он чего её убил? Там тётка. Девушка! Господи, девушка, вы как? Как терпи? Бесполезно, мы уже пробовали. Дверь закрыта. Отойди. Боли, ты родная. Сейчас потерпи, мальчишка. Потерпи, потерпи. Михалыш, подзабейся. Всё, чуть-чуть, тихо, тихо. Сейчас, сейчас, сейчас. Потерпи, родная. Очень больно, да? Ужасно! Беременная, что ли? Я не беременная, я уже рожаю. Что? Вот, отошли уже. Уже рожаю? Слушай, скажи, где ключ? Дверь открыть. Вынесем тебя отсюда. Я не знаю. Михалыш, давай тащи монтировку. Чего-нибудь там дверь ромаешь надо. Слушай, может, МЧС давайте вызовем? Да они пока приедут у неё в воду уже отошли. Хватит уже! Чего-то так ужасно. Ты просто встал немножко. Сейчас я отбегу. Давай к нам. О-о-о-о-о-оп-па. Позови-позови-позови! О-ой! Привет. Привет. А меня как тебя зовут? Ля-ля. А меня Настя. Хочешь поиграть с клоуном? Ты умеешь хранить тайну, а меня и? Пошли. Давай тяни! Есть! Все, пойдем, пойдем, пойдем. Не кричи, дыши, дыши. Кого рожаешь ты? Дочку! Вот, у меня дочь, понимаешь? Давай быстрее. Как твою дочку вы зовут, а? Тихо, тихо, аккуратно. Мою Настюха. Настюха! Давай, давай, собирайся. А я тогда тоже Настюхой будет! Вот, отлично. Вот, молодец, ложись. Алло, пап! Отпусти меня! Отпусти! Папа, я тебя не держу. Нет, дочь, я не тебе, ну что? Ну ничего, я все устроила. Лиза ждет нас в шесть часов у театра. Ты успеешь? Конечно успею, доча. Ну давай, пап, приезжай уже быстрее. Я тебе адрес сейчас смс-ки сброшу. Давай, жду. Во. Я добавил. Я убил тебя. Господи, я убил тебя. Молодец. Я убил тебя. Скажите, а почему вы продаете? Ну так сложились обстоятельства. Мы переезжаем. Ну да, понятно. А скидочку не сделать? Я, по-моему, и так ее достаточно дешево продаю. Конечно. Вы давайте скорее решайте, берете или нет. У меня еще сегодня трое желающих посмотреть машину. Может, давайте тогда прокатимся? Пожалуйста. Лиза! Привет! Привет! Ну что, пойдем? Лиза, мне было… Где здесь туалет? Прямо и налево. Спасибо. Лиза, можно тебе вопрос задать? Задавай. Слушай, может быть, можно устроить просмотр Мастюхи в балетную школу пораньше, побыстрее? Что? Ну, понимаешь, просто суд через два дня. И если бы ее взяли в интернат, то так было бы лучше. И для нас просто, я думаю, может быть, ты с твоими связями и знакомствами, м? Нет. Это невозможно. Прием проводится только на официальной основе. Создается целая комиссия педагогов. Этого никто не может сделать. Вообще, никого. Нет. Жалко. Это все? Жалко, жалко. Я-то думал… Ну, ладно. Нет, не все. Лиза, подожди. Я… Я хочу тебе сказать, что я… Ты… Я просто… Я… … Я буду делать. Я хочу сказать… А тебе говорил, что Синцов подлец. Говорил. Убедилась. Спасибо тебе огромное, Олег… Как я только жила без тебя. Вот сама не понимаю. Это все? Ну? Да. А теперь я тебе скажу. Иди ты к чёрту. И прости меня за тот поцелуй, это было случайно. Ты там себе что-то напридумывал, а ничего нет. И ещё. Я взрослая девочка и в твоей опеке не нуждаюсь. Всё, я готова. Ну, пока, да чё? Как? Пап, ты что, уходишь? Как же пируэт? Я и так с работы вырвался на два часа, прости. Ну, пап, ну, я думала, ты будешь с нами. Доча, я приеду через два часа. Всё, целую тебя, хорошо позаниматься. Целую, доча. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только можно жрать. Господи, чего ж так пугать-то, а? Ну, как там, Олег? Как облом? Нельзя просмотр ускорить. Буду как-то пытаться суд затягивать. Я не знаю, что не правда заболеть. Мне нравится расплюнуть. Я не знаю. Я тут в Казанцову обыскалась. Где Самарин, где Самарин. Чё ты сказал? Олег, а что ж вы меня не подождали? Мы бы вместе помогли вашему бывшему пациенту. Поехали. Как он, кстати, там? Ну, нормально, бегает. Бегает? Гангрены ноги? С чем? Ну, Михалыч мне сказал, что у него гангрена. Колено у тебя, Михалыч. Какая гангрена? Колено, я сказал. А чё, Михалыч? Как услышал, так и сказал. Куда едем? Тополина, проезд 15, дробь 2, Ступка, Тарас Григорьевич, 50 лет. Чего там? Не поверите человеку плохо. Поехали. Валя, умираю. Плохо мой Мусик. Он задыхается, у него сердце жмёт. Это ужас. Такой ужас. Мусик так распереживался, даже курочку не доел. Это вертихвостка. Она его довела до инсульта. Спокойтесь, я объясню, что какая вертихвостка. Что случилось? Она, смотри, что творит. Дашка, проиграть этой жирной корове из тенниса. Поганый, Никита. Будьте добры, можно выключить. А, да, конечно, конечно. Куда, куда? Подожди, нету. Разрешите, я присяду. А, да, конечно. Успокойтесь. Успокойтесь, мы вас посмотрим. Ну, не надо сейчас нервничать. Веду тоже плохо было. Да, конечно, сейчас. Что вас сейчас беспокоит? Здесь вот так жмёт. Как так можно? Как так? Включи меня тебе, видишь? Тише, 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 лягте, пожалуйста. Включи я тебя. Включи меня тебя. Успокойтесь, мы не можем вас посмотреть. Пожалуйста. Я же не слышу ничего. Чуть-чуть, полежите спокойно. Это всего лишь теннис. Что вы так нервничаете? Чуть-чуть. Двести десять на сто двадцать. Нельзя так нервничать. Чуть-чуть, я хочу уже так… Лежите. Вам с таким давлением лежать только нужно. Слушайте, давайте мы вам седативный сделаем укол, да? Что у нас есть? Как так можно? Ну, давайте пять миллиметров. Может, десять? Ну, давайте десять. А ваши шприцы-то хоть стерильные? Естественно. Скажите, у нас инсульты, инфаркты были? Нет. Только давление высокое. Я ведь знаю ее, когда она еще по юниоркам играла. Вот ведь девки. Влюбилась и все. Большой спорт по боку. Надо ЭКГ сделать. Я сейчас хожу. Давайте работать кулаком. ЭКГ принесите, пожалуйста. Ага. Мама. У вас прединфарктное состояние. В больницу надо ехать. Госпитализация нужна. Раз надо, значит надо. Да. Мужчина? 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 Мужчина! Просыпаемся. Похоже, мы переборщили с седатиной. Это похоже на пол. Ставим коллектив вот сюда. Тихо-тихо-тихо. Без маленьких. Не соскользнет здесь. Не соскользнет. Не волнуйся. Тихо-тихо. Мужчина, как-то остальное. Тихо-тихо-тихо. Не работаешь? А. Он нас вообще ломается периодически. Ну, что делать? Так. Тихо. Пожалуйста, осторожней, я вас прошу, пожалуйста, оспокойтесь, ой, мне что, здесь плохо, что ли? Оспокойтесь, мы согласимся. Оспокойтесь. Ёлки, слушай, он тяжёлый. Да, пожалуйста. Олег, перегурь, перегурь. Отдыхаем. Чик-чик-чик. Вместе ставим. Аккуратнее. Ёлки-форки, а это чудо-то? Что, что, капитальный ремонт в подъезде, мы пять лет добивались. Отлично, добились, но шнео, прям вот как нарочно. Не, не, Олег, обратно мы её не поднимем. Может, МЧС вызовем? Раз, два, три, хлопок, так, носок вытянем, в другую сторону, раз, два, руки, 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 руки. Раз, хлопок, да, встала в пятую хорошую, вытянулась как струнка, ручки, да, шею освободи, 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 села, села, и поворот, раз, так, на хороших ножках и руки, все позиции не теряй, ещё раз, и раз, села, да, лопатки, живот, ручки, всё, тяни. Уровеньте. Тихо. От руки! От руки! Ой, от руки, не оставьте! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Мужики, давай назад. Назад, назад! Назад, назад! Назад, назад! Попокойно! Вами, вы что, пропустили? Что спина? Пина! Пина! Тихо, аккуратно, аккуратно, присуетесь, спокойно, спокойно. Пожди, поднимаем, поднимаем! Поднимаем! Ну что? Что здесь? Тихо! Ну что, похоже, перелом лодыжки. А там? Говорила, Вера, надо было НЧС вызывать. Поворот. Настя, крепко на ногах. Ещё раз села. Поворот. Лиза, не бросай трубку. Ну, прости меня. Я не ем, не сплю, мне отвратительно и гадко. Лиза, я виноват. Я никогда ещё так не переживал. Лиза, прости меня, пожалуйста. Я клянусь, у тебя больше не будет поводов меня прощать. Лиза, не молчи. Уговорил, прощаю. А теперь отвали и забудь мой номер. Настя, ты где витаешь? Ты же сама попросила с тобой порепетировать. Ну, Лиз, понимаешь, ну... Понимаешь, я просто хотела, чтобы папа помог, а он сбежал. Но я же вижу, что он не хочет с тобой видеться. И ты с ним тоже. Лиза, ну почему? Лиза, ну почему? Настя, у нас у каждого очень много разных дел. А кто тебе звонил? Один человек. Неважно. Ты его любишь? Знаешь, ну что за глупость? А моего папу? Ну, скажи честно, я уже взрослая. Знаю, что такое любовь. Серьезно? Ну, вот мне кажется, что я пока не знаю, что такое любовь. Ну, понимаешь, раньше мама тоже любила папу. А сейчас она уже любит другого. У взрослых так бывает. У меня так никогда не будет. Я буду любить папу всегда. Настя, я попробую поговорить со своим педагогом. И она придет завтра к тебе в театр и, ну, посмотрит тебя. Спасибо. Да не прыгай ты так. Мужики, дальше я сам. Доползу. Успеешь. Давай-давай-давай. Давайте помоги. А как же там мусик? За мусика вы не переживайте. Нам за нас переживать надо. А с мусиком-то все в порядке. Давай, Нев, в норме у мусика. Чуть-чуть-чуть. Не надо, не надо. Присядьте здесь. Присядьте здесь. Сейчас мы вас уколем. Давай, если так хочется. О, мужики. Пойдемте поможете. Надо человека впустить. Пойдем, пойдем. Все. Евген, аккуратнее там. Не сплотись. Понял. Главное дело-то. Ну что, долго стоять будешь? Мужики, подождите минуту, ладно? Подождите, да? Давай-давай-давай-давай. Справа-справа-справа давай. Справа давай. Вот молодца. Да. Ну, ну. Куда вы делитесь? Я так выспался, хорошо. Идите сюда. Сейчас Дашка эту дуринку картонную под арех разделит. Да не, спасибо. В общем, вашу спаситель в больницу есть. Ну, давай-давай-давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Справа-справа. Двадцать. Олег, если опаздываешь, попросите на смайли, а сам? Олег, Олег, подождите, подождите, пожалуйста. Петр Михайлович, у меня для вас сюрприз. Дело в том, что у меня сегодня день рождения, и я хотела бы вас попросить не расходиться, и как-то это дело отметить. А, вот откуда такой прекрасный пирог. Верна, а чего вы нам сразу не сказали? Ну, цветы, подарки там. Да перестаньте. Конечно. Вы сами за цветы и за подарки, то что, гуляем? Да, с удовольствием. Олег. Шеф, я бы с удовольствием тоже, но я правда сейчас не могу. Так что я вас поздравляю, желаю хорошо погулять. Папа, папа, ну почему ты так долго? Мама сейчас вернется. Настен, пока. Садись в машину. Лиз, подожди. Олег, не надо. Лиз, мне надо тебе кое что сказать, это важно очень. Ты мне уже все сказал. Всего хорошего. Лиза, ну хочешь ударь меня, убей, уничтожь. Я скотина, я сволочь. Мне очень стыдно за свой поступок. Прости меня, пожалуйста. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Осторожно. Останови машину. Что-то случилось? Ты что-то забыла? Останови машину, я выйду. Лиза! Лиза! Пап, ну послушай, там за Лизой всякие дураки ухаживают. Ну, а ты все никак не можешь с ней помириться. Почему? Потому что это невозможно. Да нет, сейчас главное. Главное, чтобы ты мне в училище поставила. Никуда от меня не уезжала. Пап, знаешь, Лиза мне пообещала поговорить со своим педагогом, и может быть он завтра придет ко мне на спектакль. Представляешь? Серьезно? Ой, это здорово. Ты рада? Да. О! Опа! Вера, не идти уже в наши годы, чтобы так вот прясать. Ой, какие наши годы, Надюша! Вера, разрешите пригласить вас на танец. Пардон, корнет. Этот танец был за мной. Вера, позвольте пригласить вас. Пожалуйста. О, Надежда Геннадьевна, а в стойку мы сидим, скучаем. Нет, мы не скучаем. Конечку? Нет-нет-нет, я сок. Вы такая красивая. Ну, правда, я вас когда впервые увидел, мне там сразу захотелось вам это сказать. И вот сказал. Спасибо. Самарин. Самарин! Олеги! Дорогая Ервана, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была такой же легкой и воздушной, как эти шарики, а карман такой же тяжелый, как аппарат, искусственная вентиляция. Спасибо. Очень приятно. Самарин, а на цветы воображения не хватило? Пошли к столу. Цветы у меня есть, а шариков мне еще никто не дает. Спасибо большое. Очень романтично. Вот видите, именинца оценила. Обычно все банально. Так, ну что, здесь наливают или нет? Ой, ну деда Самара всегда шум. Ну, а что мне шепотом поздравлять с днем рождения? Чтоб вообще-то, чтоб даже она не слышала. Так, ну что, всех налито? Да. Отлично. За Веру Иванову нам выпить пора. Ипим! Ура! Ура! Спасибо. Спасибо. Ой, извините. Спасибо. Главное, чтоб ты сумел потом сказать «пока». Алло. Всем привет. Да-да-да, я поняла, что из министерства. Да, спасибо вам большое. Но, вы знаете, я нашла другое место, и у меня тут… У меня тут большие перспективы. Да, спасибо, спасибо вам большое. И вам удачи. Всего доброго. Удачи! 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 Удачи. Иванё, персонель! Сыграй мне фугу по Кирине А лучше Баха Менуэт Ведь здесь такого и в помине Такого нет, такого нет И нет ни Босха, ни Гальбейна И я ни Гамлет, ни Лаэт Но ради вас в тиши кофейни Я сочиняю, я поэт Для вас родная Магдалена Придуман образы на женю А я зубами кусаю стены И ничего не изменю И все пойдет, как было раньше Не отрываясь от строки Покойный герцог ваш, папаша Оставит вам свои долги И вы на улице, бедняжка Свои проводите деньки Все ждете вы, король прикажет И обесчищены враги Но дорогая здесь не сцена И вам за все платить самой Нет Пуало и нет Мольера Есть только ночь над головой Где на Арбате пилят зоя Где в переходах кто-то спит Моя мечта с твоей любовью Стихотворением сгорит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Олег, Олег, ты где тут такое там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег, помоги разнять Олег, деды, прибеги, выручи Олег, не ходи Не ходи, пожалуйста, ну бог с ними Не ходи Божи Ну бог с ними Гляньте. А это мне малым мало спалось, спалось, ой, да вас не привиделось. Не понял. А что, помирились уж? Кто помирился? Олег. Ну, вы кто? Не я. Олег, ты… А мы ругались? Мы не ругались. Чего? Это я тебя обманула. Зачем? Ты извини, но не надо так. Это неправильно. А как правильно? Как правильно-то, Лен? Как правильно? Скажи мне! Благодетель! Чего? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»